10 признаков скорого инсульта. Первые звонки, предвестники инсульта. Нарушение мозгового кровообращения. Как организм предупреждает о скором инсульте? Сейчас я вам все это поясню. А перед инсультом ваше тело вас обязательно предупредит и не один раз. Главное, эти предупреждения увидеть и услышать. Я также вам объясню и то, как снижением повышенного артериального давления при этих признаках вы можете ускорить, спровоцировать, усугубить инсульт. Профилактикой инсульта, конечно, должны заниматься опытные кардиологи, а не другие специалисты-медики. Именно кардиологи, так как всегда инсульты связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы. Они есть следствие проблем с сосудами и кровью, значит, идя глубже, с неправильным питанием и образом жизни. А это уже зависит от каждого человека. Инсульты бывают ишемические и геморрагические. Но об этом обо всем я подробно пояснял, разбирал в соответствующих моих видео на канале. Ссылки на них я оставлю вам в описании под этим видео, включая видео «9 причин болезни» и полная лекция про кровеносную систему. Итак, хотите жить? Предупредите избежать паралича, то есть инсульта. Слушайте меня внимательно и еще раз переслушав позже эту запись, законспектируйте и будьте порядочными людьми. Перешлите ссылку на это мое видео всем своим знакомым и близким. Помогите им, предупредите их. Инсульт – по-другому апоплексический удар, а по сути это острое нарушение кровообращения головного мозга, приводящее к церебровоскулярной патологии, отмиранию участков мозга и, как итог, смерти организма или частичной, а порой глубокой инвалидности. А некоторые признаки скорого, будущего инсульта равны признакам самого инсульта, только кратковременно проявляющиеся. Они есть и называются транзиторными ишемическими атаками. Появляются на время и проходят, но не бесследно, а вы должны их уметь выявить, не отмахиваться и не пускать все на самотек. Итак, признаки. Первое. Нарушение речи. Возникает и проходит. У человека как бы невнятная речь, как каша во рту. Бессвязная речь. Второй признак. Нарушение зрения, кратковременное. Двоение в глазах, вдруг. Помутнение. Третий признак. Нарушение движений, координации. Тело как бы не слушается. Может ослабнуть, повиснуть рука. Человек может что-то выронить. Внезапно возникающая неловкость. А может волочиться, подворачиваться нога. Четвертый признак. А вернее, это группа признаков и факторов. Это сердечные проблемы, жалобы. Именно жалобы. Например, сердцебиение быстрое. Разные аритмии, особенно мерцательные аритмии. При ней образуются, кстати, сгустки крови, тромбы, которые приводят к инсультам. Это очень опасный фактор. Есть такое состояние, вдруг возникшее. Пить теплую воду надо сразу. Если только, конечно, у вас неповышенное артериальное давление. Естественно. Тут же надо выделить симптомы тахикардии. Дискомфорт в области сердца. Говорят, сердце зашлось, замирает. Любое нарушение сердечного ритма – это риск кардиоэмболического инсульта. Знаете об этом. Тогда в этом случае спасут антикоагулянты. Но потом уже обязательно водородная вода, которая, условно говоря, разжижает кровь. То есть не дает сгусткам образовываться никаким и тромбам. В конце видео поясню и ссылки оставлю, кто не в теме и хочет спросить, что это такое. Обязательно надо убрать из рациона мясо, молочку, крахмалы. Больше есть зелени. Обязательно дополнительно магний, витамин D3 с К2, фульвовую кислоту употреблять с витамином В9 и фульвовую кислоту с магнием. Теперь особое внимание. Если давление ниже 180, ни в коем случае не снижать его при данных признаках никакими гипотензивными и прочими препаратами. Риск здесь огромный снижать. Почему? А тогда вы просто получите еще больший недостаток кислорода в мозге и спровоцируете, ускорите инсульт. Ведь повышение артериального давления есть механизм компенсации дефицита кислорода в тканях. Так как при повышенном давлении кровь по артериям в большем объеме и быстрее доходит до всех тканей, а кислород до конечных клеток потребителей. Организм поднимает давление за счет большей нагрузки на сердце вынужденно, например, по причине сужения просвета кровеносных сосудов, скажем, из-за микротромбов или атеросклероза. А в первую очередь при дефиците кислорода в головном мозге и самом сердце, в мышце миокардио. Ведь они главные потребители кислорода. Снизив давление при таких симптомах с признаками ишемии, вы можете ускорить и усилить сам инсульт вследствие усугубления кислородной недостаточности в тканях. А инсульт это омертвление тканей из-за дефицита кислорода. Кстати, а у мозга может быть не только инсульт, но и инфаркт. Да-да, инфаркт мозга. Пятый признак опущения угла рта. Как бы перекос одной половины относительно другой. Еще сюда же можно отнести такой признак. Плохо слушается язык. Подтекает слюна или когда человек ест и пьет из уголка рта. Шестой признак. Онемение лица, щек. Ну и онемение рук и ног. Тут, конечно, могут быть разные причины, но уже этот факт должен заставить вас прислушаться, нет ли других признаков. Седьмой признак. Густая кровь. Ну, точнее, высокая сворачиваемость крови. Много в крови тромбоцитов, повышенное количество. Это большой риск. Меньше ешьте вареной и жареной пищи. И больше пейте воды. Восьмой признак. На глоток еды и воды начинается кашель. Человек как бы подавился. Сбивается. Это сбивается, нарушается глотательный рефлекс. Это яркий признак. Девятый признак. Внезапные провалы в памяти. Не помните, как тут оказались. Что говорили только что. Или человек рассказывает что-то и замирает. Как бы в прострацию погружается. Или человек не слышит речь другого человека. Не понимает, что человек рядом ему говорит. Или человек говорит одно и то же постоянно. Говорит и сразу забывает. И повторяет заново. Ну, что только недавно говорил. Это очень характерные признаки. И последние самые состояния перед инсультом таковы. Потеря координации перед инсультом за несколько часов бывает сильная внезапная слабость. Она как бы наваливается. А перед самым инсультом. И сам инсульт часто сопровождается диким паническим страхом. Ну, что, дорогие товарищи. Важную я дал вам информацию. При этом очень четко, коротко. Тогда можете поддержать меня. Отблагодарить за мой труд и мое время. Во-первых, можете подписаться на мой канал. Кто этого еще не сделал. Поставить пальчик вверх. Написать комментарий. Это продвигает ролик. Пожертвовать на развитие моего канала какую-то сумму. Ссылка будет в описании. И приобрести, приобретать далее, впредь. Важные и качественные биопродукты, добавки, приборы и иные мои товары. Ссылки на все это. Я оставлю вам под этим видео. Еще несколько советов и пояснений. Вот когда высокое, повышенное, то есть артериальное давление, а это риск инсульта и инфаркта, помните об этом, пить много нельзя. Вот тогда человеку, чтобы разжижать правильно кровь без последствий, без препаратов химических, которые могут и оказывают пагубные воздействия на почки, печень, это дыхание водородом. Не питье водородной воды, потому что пить много нельзя. А дыхание водородом. Это разжижает кровь. Есть такие соответствующие приборы, ссылку оставлю. В момент приступов, вот тех признаков, о которых я говорил, обезболивающие не принимать. Это может усугубить и привести к инсульту. Посмотрите все мои видео про инфаркт, про сердечно-сосудистую недостаточность. Да, на сыроедении, кстати, инсульт, инфаркт практически невозможны, если только у человека этого нет дефицита витамина В12, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а именно ЭПК и ДГК, витамина Д3 и витамина К2. Вот нет дефицитов, невозможно на сыроедении инсульта и инфаркта, имейте в виду. Про воду я говорил. Лучше, конечно, водородную, пить воду. Что это значит? То есть с избыточным количеством молекулярного водорода в ней. Ссылку на пару видео самых важных я оставлю вам под этим видео. Так, в двух словах факторы риска, самые яркие, ну, инсульта. Ожирение, курение, сахарный диабет, частые сильные стрессы, ну, болезни сердца, перенесенные ранее инфаркты, ну и сахар в еде, когда много в питании сладкого. Под видео я вам оставлю ссылку на важные инфопродукты, связанные с темой сердечно-сосудистых проблем и их лечений. Наборы и продукты, которые защищают от инсульта и инфаркта. И ссылки, конечно, на видео, которое я очень рекомендую вам посмотреть, чтобы знать эту тему досконально. Не верить кому-то, а понять, как все устроено. И, соответственно, причина следственной связи. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok